МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну, интересных в экономике, в политике, но, тем не менее, не имеющих такого стратегического значения, чтобы на них подробно остановиться. И поэтому до сих пор происходит обсуждение прямой линии президента, до сих пор сталкиваются со своими идеологиями, со своими взглядами на будущее страны, либералы и патриоты. И вот этой теме я сегодня тоже хочу посвятить определенное внимание, потому что на самом деле от картинки будущего России во многом зависит картинка будущего всего мира. Особого такого накала добавило в эти споры еще и эфир Никиты Сергеевича Михалкова, который в своем бесогоне, последнем за это воскресенье, в общем-то, снова прошелся по этому конфликту. Он коснулся снова в предыдущем эфире, он коснулся Ельцин-центра в Екатеринбурге. А далее он начал разбирать, в общем-то, вот всю эту структуру внутренней агентуры Запада и провел массу аналогий, связанных, например, с гитлеровской оккупацией Советского Союза в 1941-1943 годах и с тем, какие планы вынашивали гитлеровцы в это время, какие планы относительно Советского Союза развешаны на стенах того же Ельцин-центра. И вот этот конфликт идеологический между разными слоями населения России, он на самом деле является краеугольным камнем квинтэссенции этого года. Он-то на самом деле присутствовал всегда, но вот в таком явном выражении он появился в 2016 году, через два года после воссоединения Крыма с Россией, когда общество действительно стало поляризоваться. В прошлом эфире мы с вами обсудили этот вопрос с точки зрения того, какие риски это несет для устойчивости и стабильности Управления Российской Федерации. И многие телезрители, с которыми я, в общем-то, обсуждал этот эфир, а нужно сказать, что на Ютьюбе уже более 4 тысяч просмотров с пятницы произошло. Эта тема действительно затронула людей заживое. И очень много мне было высказано упреков в том, что я призываю к мораторию на массовые манифестации, к мораторию на массовые выступления граждан в то время, когда на самом деле со справедливостью не все хорошо и в экономике, и в политике, и в работе по найму. Люди, было показано даже на прямой линии, люди не получали зарплату несколько месяцев, были возбуждены уголовные дела. Люди получили, вчера уже в эфире «Россия-24» было сообщение о том, что выплатили всю задолженность по зарплатам. И люди начали высказывать, знаете, такие упреки относительно того, вот ты ратуешь за мораторий на публичное выступление, на массовые манифестации, а что людям, мол, остается. И вот здесь, мне кажется, нужно очень большое внимание уделить самой структуре власти. Для людей остается за семью печатями понимание того, а кто, собственно говоря, как устроена власть, вот природа власти. Потому что вот эти обобщения, что во всем Путин виноват, хотя он находится всего лишь на вершине управленческой пирамиды, а под ним, на самом деле, находится очень много этажей исполнителей, которые либо исполняют указы президента, либо не исполняют, либо саботируют, либо всевозможные действия происходят. Для людей это как бы абсолютно все равно, но в этом смысле нужно быть очень грамотным и очень аккуратным, потому что на кону, на самом деле, стоит устойчивость управления Российской Федерацией. А если посмотреть на Украину, которая, между прочим, до 2013 года показывала уровень жизни ничуть не хуже, чем Румыния, Болгария, а даже и повыше, там даже уровень жизни был повыше очень многих стран Евросоюза до 2013 года. А после обрушения государства, хорошее оно или плохое, произошел такой спад, в результате которого массовый исход украинцев на территорию России и Польши, массовое обнищание населения, в результате, в общем-то, вот и итог нарушения устойчивости управления страной. И вот с этой точки зрения нужно четко людям понимать, людям объяснять, что на самом деле природа власти такова, что мы, по большому счету, повторяем конец 30-х годов Советского Союза. Все очень часто вспоминают, все очень часто обсуждают репрессии 1937 года, но при этом совершенно забывают о репрессиях, например, 32-го, 33-го, 34-го, 35-х годов, как будто бы их и не было. А никто толком не знает историю в том смысле, что в 36-м году была принята сталинская конституция, ответом на которую, собственно говоря, и послужил всплеск репрессий против простых людей, в результате которых Берия, в общем-то, и получил свое назначение в заместителе Ежова, и он практически с сентября 37-го года по апрель 38-го занимал позицию первого заместителя, и, в общем-то, он и нарыл то, каким образом происходят эти репрессии. В результате в августе Ежова после суда расстреляли, и таким образом в 37-м году репрессии были остановлены. Вот именно этот 37-й год либералы, либо те люди, которые перехватили управление в 53-м году, а потом и в 91-м, они и выносят на передний план, совершенно не объясняя людям того, как устроена власть и каким образом, например, на местах люди осуществляли тот же саботаж, как они писали расстрельные списки, как тот же Хрущев, который изобличал культ Сталина, тем не менее, был среди областных лидеров одним из самых кровожадных. Его расстрельные списки были больше всего. И вот эта часть власти, вот эта часть вот этой аппаратного движения информации, денег, команд и так далее, и так далее, от людей, ну не то, что скрывается, но люди как бы не проявляют любопытства. В открытых источниках это особо так явно и не лежит. И в результате появляются вот эти вот, знаете, настроения, что Путин виноват во всем. Он обязан в ручном режиме управлять всеми территориями. Он обязан в ручном режиме знать, где там трубы текут, где там деньги поступили или не поступили. И, собственно говоря, ну подай, приди и накормил. Это называется хороший батюшка-царь, он должен быть отцом-кормильцем. И при этом люди совершенно забывают о том, что власть, она достаточно многоступенчата. И, соответственно, возникает масса вещей, связанных и с тем, что можно перехватить управление. Еще раз хочу вспомнить события в Египте 2010-2011 года. Вы помните арабская весна, Мубарак президент, он у власти находился несколько десятков лет. И вот каким образом его свергли. Когда Мубарак находился на самом верху на протяжении определенного периода, с ним была связана... Страна на самом деле была достаточно стабильной, нельзя сказать, что бы такой уж бедной. То есть наполняемость ресторанов в Каире была такова, что люди действительно имели уровень жизни, соизмеримый с уровнем жизни многих европейских стран. Кстати, Египет и Украина по уровню жизни были очень похожи. И вот в результате того, что под Мубараком находились определенные позиции, пирамиды управления, а эти люди, как обычно у нас, кроме того, что они исполняли функциональные обязанности по управлению, они еще и собирали ренту с земли и, соответственно, складывали эту ренту в офшорах с английской юрисдикцией. Офшоры бывают двух типов, китайские и американские, ну или английские. Китайские характерны тем, что на отдачу работают тяжело, проценты небольшие, но тем не менее они аккумулируют деньги, не подчиняемые, например, английской короне. В американских офшорах, которые, собственно говоря, разбросаны по миру, это всевозможные острова, это Кипр и так далее, условия хорошие, и все бегут туда, такую в зону стабильности для того, чтобы, собственно говоря, уйти от налогообложения. Но, как известно, вся эта мировая финансовая система устроена так, что если вы туда попадаете, то сразу становится понятным, кто, что, где, и дальше можно проследить, собственно говоря, всю родословную, вплоть до того, где учатся дети. И вот таким вот образом происходит перехват управления. Точно по такой же схеме происходит перехват управления и на других вертикалях. И люди, которые начинают упрекать Путина, вот после прямой линии появились на эти сообщения, вот он очень разочаровал, во внутренней политике куча проблем, все не так, все не очень хорошо. И при этом он людей не успокаивает, отвечает цифрами, вместо того, чтобы поговорить, как добрый царь, о том, как это будет выглядеть впереди. На самом деле людям не хватает общеобразовательных знаний относительно устройства государственной власти. Этому не учат в школах, этому не учат в вузах, этому обучаются только на практике. То есть, когда вы, например, получаете социальный лифт и вас выносят куда-нибудь в аппаратную работу, то там вам очень быстро и очень четко расскажут, чьих вы будете, куда вы пришли, как движется информация, как движется документы оборот, финансы и так далее, и так далее. А этому не учат. Это получается царская информация. И вот этот разрыв царской информации, которая у простого народа в голове отсутствует, и приводит к тому, что в результате этого недопонимания вал негодования в связи с реальными проблемами в экономике, в связи с реальными проблемами в ЖКХ, в коммуналке, во всевозможных вещах, связанных со сборами штрафами, оборотами, с кошмарением бизнеса, с завышенными штрафами, когда предприниматель, например, для того, чтобы заработать определенную сумму, должен работать целый год, но если вдруг он, например, накосячит в чем-то, то в результате проверки ему могут валить штраф, который он будет отрабатывать два года. Тоже несправедливость, такая завышенная, знаете, регуляторская вещь. И вот эти все вопросы, они на самом деле обращаются к верховному уровню управления, а на все остальное закрываются глаза. То же самое было и со Сталином. То есть Сталин у нас это макевара для битья за все грехи, которые были во время Советского Союза, а это голод 30-х годов, это голод сразу послевоенный, репрессии, которые выведены вот на такой уровень. И совершенно забывается, что есть верхний уровень управления, который на самом деле, что такое управленец? Это человек, который общается с подчиненными. Его задача собирать информацию, делать поручения, делать управляющие, корректирующие какие-то действия, делать кадровые перемещения. А поскольку все кадры, они представители каких-то кланов, то в результате получается взаимодействие с кланами. И вот эти кланы на самом деле могут иметь свои интересы, могут иметь свою политику. И если люди на земле этого не знают и не понимают, то таким образом не только происходит перехват управления. Могут же и внешние игроки обращаться к кланам для того, чтобы, нате вам денег, например, сделайте так, чтобы электрички не ходили. Либо еще какие-то вещи. А в результате люди на земле, не понимая этой механики, легко вспыхивают, легко, например, возбуждаются и начинают говорить, что вот он, Путин разочаровал, мы его не слушаем, он вот сколько лет прошло, ничего, например, там не меняется. Это все неправда. Меняется очень многое. Просто верхний уровень управления и все нижние этажи – это очень сложная. Это часто система, построенная на маневрах, когда вы можете, конечно, кричать сколько угодно и топать на подчиненных, но любой человек, который работал на любой управленческой должности, он прекрасно понимает, что вы можете быть прекрасным оратором, вы можете очень хорошо писать отчеты, вы можете даже своим старшим, которые вас поставили на эту позицию, делать все, что они поручат. Но тем не менее ваши подчиненные, руководители линейных подразделений, в принципе, если вы с ними не ладите, либо вы, например, не имеете на них стопроцентного влияния, они всегда могут сделать так, что даже вас подставят под прокуратуру, и вы в любом случае можете пострадать. Поэтому выстраивание вот этих отношений с управленческим звеном – это очень сложное искусство. И при этом не забывайте, что предприятие предприятиям, а речь идет о всей России. И это очень сложная система. Для того, чтобы эту инерционную систему, как большой корабль, повернуть даже на полградуса влево, нужно пройти огромное количество километров, в нашем случае это время, это месяцы и годы. Не забываем, что Путин пришел к власти в конце 99-го года, в каком состоянии была страна, в каком состоянии были кошельки всех этих граждан, которые сегодня выражают недовольство, и в каком состоянии они находились, например, в 12-13 годах. При этом не будем забывать, что вот это понижение уровня жизни, которое происходит не только на территории Российской Федерации, а и на территории Украины, Румынии, Польши, Германии, Франции, Италии. В Италии, например, люди ездили и вот недавно приехали и рассказывают, что раньше, конечно, очередь. Вот в Милане за закупками, за всеми этими делами идет поток людей, сметали все на своем там пути, пиццу ели и так далее, и так далее. А сейчас средний чек в том же ресторане не превышает, так же, как и в Болгарии и в Варне, там 10-15 долларов. Даже если сравнивать со средним чеком в России, это ни в какое сравнение. Очень многие предприниматели из России пытались вывести бизнес в Европу, ну, казалось бы, поближе к цивилизованному миру, поближе там к разным таким вещам. И получается, что поработав полгода, 9 месяцев, вывезя туда там бизнес там и ресторанный, и отельный там, и другие даже производства, они понимали, что средний чек там на порядок ниже, чем в России, собирали манатки и возвращались обратно. То есть на фоне того, что жизнь стала хуже, тем не менее, нужно понимать относительность этого вопроса. У нас все равно жизнь лучше. В любом случае лучше, чем на Украине. И это как отче наш. Мы даже в Крыму это понимаем. Понятное дело, что если человек устроен так, что он не очень поднимает заднюю часть туловища, и не очень к чему-то там стремится, и не является генератором своего достатка, а ждет, что ему кто-то все организует, привычка такая, например. Жил на балансе родителей, плавненько перешел на другой баланс, и при этом особо не инициативен и не ищет ни тем, ни возможностей, ни в конце концов, новой работы, то тогда, конечно, разговор другой. Такие люди живут плохо и, в общем-то, выражают недовольство везде. Не только на территории России, Крыма, Украины, но и везде. Но все люди, которые что-то умеют, к чему-то стремятся, они даже в этих условиях могут зарабатывать, и они на самом деле прекрасно понимают схемы и возможности, как можно выжить в этих достаточно изменившихся и непростых условиях. Это я все сейчас говорю к прямой линии, к обратной связи, которая приходит от людей. Они посмотрели прямую линию, они привыкли за прошлые годы балансировать позитив-негатив во внутренней политике, во внешней политике. Во внешней политике у нас колоссальные успехи. Но вот 2016 год, он на самом деле подводит нас плавно к мысли о том, что в 2016 году мы должны навести порядок внутри. И президент об этом на прямой линии сказал открытым текстом. Навести порядок внутри — это гармонизировать отношения внизу, там, где живут люди, которые, собственно говоря, первичную прибавочную стоимость генерируют. Навести порядок в среднем управленческом звене, которое действительно у нас толпа элитарное общество, там сидят кланы, там люди элитные. Элита, она, в общем-то, из поколения в поколение, либо только свои, они контролируют эти финансовые потоки, эти управленческие вещи. Но на кону стоит устойчивость управления Российской Федерацией. И многие люди, не зная, как устроена власть, не зная, как устроена социальная система и как ею управлять, они считают, что это все решается, ну, очень просто, обычным циркулярным распоряжением — этих посадить, этих расстрелять. И у всех на слуху вот эта китайская методика работы с чиновниками, когда там, если кто-то проворовался там, или то человек по суду, его сразу расстреливают, и, в общем-то, Китай этим отличается. Не будем забывать, что на самом деле Китай — это совершенно отдельная культура. Китай — это совершенно отдельная цивилизация, которая на самом деле перенаселена. Там полтора миллиарда людей, и там ценность человеческой жизни. Очень многие люди, живущие, работающие в Китае, наши русские, которые туда ездят, в Гуанчжоу, там затамаживают контейнеры, привозят сюда, они прекрасно дают себе отчет, как там забиты тюрьмы, и как там вообще ценится человеческая жизнь. Мы, прошедшие историю гражданской войны, репрессии в одну сторону и окончания репрессии в другую сторону, Великую Отечественную войну, мы, получившие прививку от того, что у нас был колоссальный демографический спад, у нас есть особая культура, выработанная на протяжении последних, ну, наверное, 100 лет, последнего столетия. Вводить вот такие репрессивные меры для того, чтобы наводить порядок, и при этом это делать резко с нашим инерционным кораблем, это фактически дать инструмент различным кланам для того, чтобы это оружие повернуть против кого угодно. Вот люди на земле говорят, вот там проворовался, там сразу суд, сразу расстрел, там и так далее. Люди требуют кардинальных каких-то решений, совершенно забывая о том, а кто будет эти решения воплощать в жизнь. А кто будет эти решения воплощать в жизнь на уровне простых дел, которые требуют точечного, внимательного разбора по каждой судьбе. И это очень тонкая вещь. Мы, наученные опытом 20 века, должны относиться к этому достаточно аккуратно. Потому что перехват управления, он ведь не только на офшорах с английской юрисдикцией. Перехват управления бывает и на уровне уголовных дел, открытие уголовных дел, закрытие уголовных дел за деньги и так далее, и так далее. Там огромное количество сценарных вариантов, которые люди на земле, не знающие, как устроена власть, не знающие, как устроены суперсистемы, могут не понимать. А вот эта вот привычка махать шашкой и упрощать очень сложные вопросы может привести к тому, что устойчивость управления Российской Федерацией может пошатнуться. А при этом мы с вами понимаем, что неправительственных организаций, открытых и закрытых, ну то есть замаскированных и явных, количество людей, заинтересованных в том, чтобы у нас не получилось, таково, что нам нужно думать на два шага вперед, даже на три шага вперед. Нам нужно думать о том, не приведут ли, например, некоторые патриотические лозунги о том, что президент с народом против плохого чиновничества, к тому, что в конце концов, какая разница на какую тематику появляются Майданы. Это может привести к тому, что просто простым языком английская разведка, которая всегда на протяжении последних двухсот лет славилась тем, что она финансировала убийства императоров, покушения на них, она финансировала всевозможных людей, которые проводили революцию, она финансировала очень многих диссидентов, которые в конечном итоге своей информационной работой способствовали распаду Советского Союза и так далее, и так далее. Кто может дать гарантию, что английская разведка не профинансирует людей отдельных, очень справедливых с виду, очень грамотных, очень там честных, которые, например, будут требовать наказания виновных, причем быстрого, публичного и явного, для того, чтобы иметь основной целью нарушение устойчивости управления Российской Федерации в наше непростое время, когда на самом деле тяжелейшими маневрами, сложнейшей игрой, сложнейшим маневрированием на внешних досках игральных и на внутренних мы с вами прожили вот эти 16 лет, неполные, да, после того, как, ну, реально патриот, реально человек, как обеспокоенный будущим этим страны, пришел на верхний уровень управления, со своей, в общем-то, компактной командой, представьте себе, огромная страна и своих кадров, ну, на такую страну, с точки зрения того, чтобы поставить на ключевые места, может просто не хватать, их просто нет, тем более, если понимать общий образовательный уровень населения, живущего на земле. Население живет только вопросами выживания, оно не интересуется глобальными вопросами, оно не знает, как управлять тем же предприятием, люди вольнонаемные, они только, когда становятся предпринимателями, у них появляется там 5, 6, 10 вольнонаемных, они только тогда начинают задаваться вопросами, как этой махиной управлять. А вот представьте себе, управлять регионом, управлять отраслью, управлять предприятием, это кадры, которых нужно учить, эти управленческие кадры нужно готовить, и начинать нужно даже не с того, что давайте там объявим набор, А нужно сделать так, чтобы все население озаботилось вопросами глобального управления России, чтобы все понимали все сложности, связанные с этим, чтобы все понимали Путина, который сидит перед людьми на прямой линии или, например, на своей пресс-конференции перед журналистами в конце года, у которого такой объем задач, который даже не снился никому из здесь сидящих, а люди задают точечные, шкурные вопросы о том, что там не ладно, там не ладно, там не ладно, но никто при этом даже не озабочивается вопросом, а как это все уладить? Нет интеллектуального ресурса. Все считают, что если вот этот один человек с небольшой командой его окружающих должен приложить свои усилия для того, чтобы на Сахалине решить вопрос, который на самом деле подпадает под компетенцию прокуратуры, ну, не выплата зарплаты, вообще-то это там есть ряд законодательных актов, которые регламентируют, при этом получается, что система существующая дает сбой, не работает, например, там документ вылеживается, если он поступил, никто не написал заявление, граждане не умеют писать заявление, они не знают, что у нас суперсистема работает по заявительному принципу, то есть если, например, у вас не выплата зарплаты, сколько человек написало заявление? Да нисколько, они вышли только к журналисту, который, кстати, прилетел на Сахалин, а потом, когда уже подняли вопрос о том, что этот вопрос решать, оказывается, что чиновник, который летел этот вопрос решать, туда даже добраться не может, а журналист заранее туда приехал. То есть даже с точки зрения того понять, как была срежиссирована прямая линия, насколько сложная эта система, как были срежиссированы некоторые вопросы, какое общее впечатление режиссеры создали после нее, если люди этим озаботятся, то они, безусловно, должны тогда согласиться с той мыслью, что самое главное на сегодняшний день – это сохранение стабильности управления Российской Федерацией. Потому что заинтересованных игроков на всех уровнях такое количество, что если, например, простые люди, которые не обладают достаточным уровнем знаний по управлению, возбудятся простым лозунгом, что давайте пойдем кого-то уберем, давайте выскажем свое там фе, и при этом никто не напишет ни одного заявления, чтобы существующая система заработала, то таким образом английская разведка не зря потратит свои деньги, и в конце концов проект русской глобализации, который мы с вами вынашиваем, может ничем и не закончиться. Вот это главный итог прямой линии, он связан прежде всего с тем, что основная масса населения должна изучать теорию и практику управления. Потому что если вы хотите, чтобы ваши дети жили хорошо, тем более ваши дети должны изучать теорию и практику управления. Они должны внутренне, мысленно готовиться к тому, чтобы управлять, быть смекалистыми, поднимать трубку телефона на втором звонке, не быть ленивыми, уметь печатать десятипальцевым методом, уметь самим писать письма, обращения и так далее, и так далее, знать основы права и понимать, как управляются люди в этом сложном мире. В эфире была «Информационная война». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин